Путин не изменил плановые цели в отношении Украины, поэтому Россию нельзя недооценивать, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг. Украинские силы нанесли российским войскам большие потери, но в то же время мы видим, что Россия мобилизовала много новых солдат, около 200 тысяч, и что они продемонстрировали большую готовность терпеть потери и страдания. Они усердно работают, чтобы получить больше боеприпасов. И прежде всего у нас нет признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. Так что недооценивать Россию опасно. Кремль считал, что военные преступления российской армии останутся безнаказанными из-за сильного экономического воздействия на Европу и ее зависимости от российских энергоресурсов. Но Запад смог слезть с газовой иглы России и противостоять шантажу. Приходит понимание того, что нет никакой возможности выстроить какие-то прагматические, сугубо экономические или взаимовыгодные отношения с Россией. Путинская Россия – это просто империя зла, которая просто хочет воевать, вторгаться, устраивать бой, не устраивать геноцид. И им, в принципе, по большому счету все равно, где это делать. В Грузии, в Украине, в любых других государствах мира. Теперь Запад усвоил ошибки и постарается не допустить экономической уязвимости с другими авторитарными странами. Мы не можем сделать себя настолько зависимыми от их товаров и продуктов, что это сделает нас уязвимыми. Мы должны предотвратить экспорт технологий у них, которые они затем используют, чтобы угрожать нам. И нам нужно усилить контроль над нашей инфраструктурой. От портов и аэропортов до сетей 5G. Никто не говорит, что мы не должны торговать с Китаем. Но важно то, что мы делаем это такими способами, которые не подрывают нашу безопасность. Полномасштабное вторжение России в Украину заставило многих европейских лидеров пересмотреть военный потенциал и безопасность своих стран, а также увеличить оборонные бюджеты. Нынешняя война, в которой Европа, демократия поддерживают Украину, показала, что и, естественно, передавала свое оружие. Казалось, что в большой сухопутной войне все это сгорает очень быстро. Поэтому весь этот комплекс, как, во-первых, протоколов реагирования, которые на такие угрозы, в том числе гибридные, которые начали пересматриваться с 2014 года, пересмотр обороны и безопасностной политики в сторону возрождения вооруженных сил тоже произошел, ну и накопление вооружений и военного производства. Демократическим странам также важно не допустить победы России, уверены аналитики, ведь это потянет за собой крах мирового порядка, крушение системы международного права и глобальный мировой конфликт. Чтобы не допустить этого, десятки стран обязались поддерживать Украину всеми возможными способами, в том числе вооружением. Так в январе может пройти новое заседание группы по безопасности и обороне в формате «Рамштайн». Многие ожидают, что по результатам встречи Украина получат современное оружие, которое позволит не только отразить атаки российской армии, но и быстрее деоккупировать украинские территории.